В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. ЧП в Атоме из торгового центра были эвакуированы персоналы-посетители. 28 сентября в России свой профессиональный праздник отмечают работники атомной промышленности. Историей с первых уст завершился городской этап всероссийского конкурса «Слава Созидателям». Далее расскажем обо всем подробно. В разгар дня площадка перед торговым центром Атом заполнилась людьми. Это посетители и сотрудники ТЦ, которые в считанные минуты были эвакуированы из здания. Второй раз за сутки здесь работала пожарная сигнализация. И если накануне вечером в крупнейшем торговом центре города проходили первые в Сарове масштабные пожарно-спасательные учения, то в пятницу ЧП было вполне реальным. Впрочем, спасатели оперативно ликвидировали его последствия. Подробности далее. Пожарно-спасательные службы города Саров. На пульт центральной пожарной охраны поступило сообщение о возгорании в одном из магазинов торгового центра «Атом». Несколько секунд, чтобы надеть снаряжение и посадка в машину только за воротами гаража в целях соблюдения техники безопасности. Диспетчер, прежде чем обработать вызов, она уже включает сигнал тревоги. И личный состав, не узнавая, что и где, как горит, выезжает, а уже в пути следования узнает информацию. Буквально одна минута на сборы, и команда спасателей отправляется на выезд. Только, к счастью, сейчас в Сарове не происходит никаких пожаров. Это плановые учения в торговом центре «Атом». По сценарию планово-тактических учений возгорание произошло на третьем этаже торгового центра. Двое покупателей оказались отрезанными от выхода. Они-то и сообщили о происшествии по телефону 101. Первоочередная задача пожарной бригады – спасти людей, которые остались в помещении и не могут выбраться самостоятельно. Остальные посетители и сотрудники торгового центра быстрым шагом отправляются на выход. Страшно. Конечно, страшно. Ну, нужно уходить быстро. Моя реакция. Проводить народ из зала. Чем быстрее, тем лучше. И самим, конечно, уйти. Вообще важно, чтобы люди реагировали, знали, куда уходить. Ну, реагировали. Но все равно жутко было. Ощущения такие, не дай бог, чтобы такое было. После срабатывания пожарной сигнализации по всему периметру атриума торгового центра автоматически опускаются специальные защитные шторы. Они сделаны из прочных огнестойких материалов и служат надежной преградой для распространения огня. «Перевоочередная задача – это отработка практических действий вместе с обслуживанием персонала торгового центра и с нашими подразделениями». В течение считанных минут на место прибыли сразу несколько подразделений пожарной охраны. Стоянка очищена от автомобилей. Перекрёсток Духово-Силкино перекрыт. Из здания эвакуированы люди. Все силы спасателей брошены на ликвидацию огня. При крупных пожарах рядом с местом происшествия разворачивается специальный оперативный штаб, где распределяются силы и ресурсы спасателей. Это своего рода связующее звено между подразделениями и пункт управления процессом ликвидации чрезвычайной ситуации. Всего в тушении пожара приняли участие семь единиц специальной и вспомогательной техники. «С поставленной задачей, считаю, наши сотрудники и сотрудники администрации данного торгового центра справились на хорошо. Средства обеспечения пожарной безопасности данного торгового комплекса сработали в полном объёме и в то время, которое необходимо для этого». Для проведения учений специально было выбрано время час пик. Стоянки, заполненные автомобилями, в продуктовом супермаркете и на этажах торгового центра масса покупателей. Здание центра оснащено всеми средствами обеспечения пожарной безопасности. И самое главное из них – это система оповещения при пожаре. «Следующая система – это система дымоудаления и так называемая противопожарная завеса, которая ограничивает воздействие опасных факторов пожара на посетителей торгового центра. Это дым, повышенная температура, пламя, искры». Эти планово-тактические учения самые масштабные за последние несколько лет. Действия всех задействованных в учениях специалистов получили положительную оценку. Спустя чуть менее суток у «Атома» вновь появилась пожарная техника. На этот раз причина абсолютно реальная. В пекарне продуктового супермаркета произошло задымление. В помещении произошло задымление электропечи, то есть пошел дым, ну как бы сразу пекари сработали в штатном режиме. Спасатели не обнаружили открытого огня, своевременно ликвидировали последствия сгоревшей проводки в пекарне магазина. И после устранения задымления и неприятного запаха торговый центр заработал в прежнем режиме. 28 сентября 1942 года в Советском Союзе было издано распоряжение о необходимости начать работу с ураном. Эта дата и считается днем зарождения в России атомной энергетики и профессиональным праздником тех, кто трудится в этой отрасли. В честь Дня работников атомной промышленности в Музее ядерного оружия прошла торжественная церемония награждения сотрудников Орфяцвнеев. В честь Дня работника атомной промышленности в Музее ядерного оружия прошло награждение сотрудников городообразующего предприятия почетными грамотами и нагрудными знаками от Госкорпорации Росатом и руководства Орфяцвнеев. А кто-то получил награды и от губернатора и Зак Собрания Нижегородской области. И развитие научных школ, развитие образовательной составляющей, финансовая компонента в виде огромного количества вливаний в региональные бюджеты. Все это говорит о том, что ВНЕФ является важной частью Нижегородской области. Вячеславу Николаевичу Кусенкову на торжественной церемонии вручили знак отличия за заслуги перед атомной отраслью третьей степени от Госкорпорации. Но эту награду он не считает своим личным достижением. Если говорить правильно, это награда всего коллектива. В моем лице коллектив, с которым я уже работаю более 30 лет, я считаю, что он достойен такого начальника, а начальник достойен такого коллектива. Директора институтов, инженеры-конструкторы в Музее ядерного оружия собрались более 60 сотрудников городообразующего предприятия. И все они внесли свой вклад в обеспечение мирной жизни нашей страны. С 6 октября в России вводятся новые правила регистрации автомобилей. Теперь автовладельцам разрешат ставить на учет транспорт с электронным ПТС. Упрощается и процедура согласования о замене двигателя. Водителям больше не придется ехать в ГИБДД для его регистрации. Также приказ МВД позволит ставить машину на учет не только по паспорту, но и по временному удостоверению личности. Другая важная информация в подборке коротких новостей. С 1 по 10 октября в Сарове пройдет декада пожилого человека. На протяжении этих дней в городе пройдет более 50 мероприятий, которые подготовили департамент по делам молодежи и спорта, департамент культуры и искусства, а также департамент образования. Саровчан ждут творческие встречи, обучающие курсы, экскурсии, кинопоказы и многое другое. В октябре волонтеры с центра «Радость Майя» поедут в Потьминский детский дом. Помощь для ребят начали собирать уже сейчас. Как сообщает сайт «Православный Саров», учреждению требуются крупы, салфетки для мытья посуды и железные губки, тарелки, кастрюли и эмалированные чашки. Все это неравнодушные саровчане могут принести в церковный гуманитарный склад. Он работает по адресу улица Пушкина, дом 24А. Пожертвования принимают по вторникам и четвергам с 5 до 7 вечера, а также в субботу с 9 до 12 утра. Хоккейный клуб «Саров» заработал победные 3 очка. В рамках Кубка «Шелкового пути» наши спортсмены в гостях отреляли дебютанта ВХЛ «Клуб Тамбов». За 60 минут игрового времени саровчане трижды огорчили местных болельщиков. Хозяева льда смогли ответить лишь одной шайбой, которую забросили, используя численное преимущество. Итог встречи 3-1 в пользу хоккеистов из закрытого города. Следующую встречу ХК «Саров» проведет дома. 1 октября соперником нашей команды станет ХК «Рязань». Помочь больным лейкозам и другими видами разрушительных онкологических заболеваний обрести шанс на выздоровление. 3 октября по всей области пройдет акция по сдаче крови на типирование для Национального регистра доноров костного мозга. «Саров» участвует в ней уже в третий раз. За это время потенциальными донорами стали более сотни человек. Присоединиться к акции и помочь спасти чью-то жизнь можете и вы. Пересадку костного мозга применяют в гематологии и онкологии, когда другого шанса на выздоровление нет. Решающую роль в этом случае играет генетическая совместимость. Но, к сожалению, родственники не всегда могут стать донорами. Именно поэтому два раза в год Фонд помощи детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями НОНС проводит акции по сдаче крови на типирование. Благодаря предыдущим акциям в настоящее время в Национальный регистра доноров костного мозга сейчас на данный момент привлечено 4441 человек. И такие у нас города, как Навашино, Балахна и Саров, мы не очень давно участвуем в этой акции, но саровчане уже занимают такую активную позицию среди жителей городов области. В нашей стране регистр доноров костного мозга существует уже три года и насчитывает более 84 тысяч человек. На данный момент проведено всего 229 трансплантаций от российских доноров, нуждающихся в десятки раз больше. Доноров приходится искать за рубежом, но это дорого и не всегда эффективно. Очень важно, чтобы Национальный регистр постоянно пополнялся. Летом 2018 года впервые донором костного мозга стала девушка, участвующая в этой акции, Юлия Персикова. Принять участие в акции можно 3 октября с 7 утра до 7 вечера по адресу. Проспект Ленина, дом 15. С собой необходимо взять паспорт. Более подробная информация по телефону 77 188. Этой осенью наш город всколыхнула серия мелких хищений в торговых центрах и магазинах. Сначала злоумышленники уносили товары со стеллажей, затем стали красть деньги из кассы, даже емкости для пожертвований на лечение больных. По предварительным данным сотрудников правопорядка, эти преступления совершает группа ребят, которым нет еще и 16 лет. Подробности в следующем репортаже. Что такое АУЕ? До недавнего времени мало кто из саровчан знал об этой аббревиатуре. Но после серии хищений в торговых центрах подростками в городе заговорили об их причастности к некоему арестантско-уркаганскому единству. Но сотрудники полиции считают, что все гораздо прозаичнее. Ну, причисляются к группе, то есть и говорят, что это осознанная группировка, то есть это, ну, такого нет. То есть это молодые люди, то есть подростки, которые, как говорится, неблагополучные. Сотрудники полиции по горячим следам раскрыли совершенные подростками преступления и сейчас проводят работу по разобщению компании малолетних нарушителей. У одного из них уже есть опыт отбывания наказания. И освободившись, он вновь принялся за старое, совершив за две недели более десятка административных правонарушений. Сейчас он нарушил ограничение суда и буквально на этой неделе, то есть уже помещен в следственный изолятор и оттуда уже будет направлено специальное учреждение закрытого типа. Остальные ребята находятся под наблюдением комиссии по делам несовершеннолетних. Специалисты контролируют их поведение в общественных местах, посещении школы и проводят профилактические беседы с подростками и их родителями. Психологи считают, что воровство – это одна из форм девиантного поведения, когда человек игнорирует общепринятые социальные нормы. Нету денег не хватает. Он, несмотря на чувства окружающих, несмотря на чувства своих близких людей, ему все равно, что чувствуют другие люди, он начинает удовлетворять, нарушая правила поведения в обществе, начинает удовлетворять свои нужды. По мнению психологов, спровоцировать девиантное поведение детей могли многие факторы, в том числе и неблагоприятная семейная обстановка, отсутствие друзей и влияние социальной группы. Проект, который объединяет людей двух поколений, тех, чьими стараниями создавался и совершенствовался Саров, и тех, кому еще предстоит совершить великие дела для нашего города. В молодежном центре подвели итоги муниципального этапа Всероссийского конкурса «Слава Созидателям». Это уже третий сезон проекта, за время которого дети сняли более двух с половиной тысяч роликов об отцах, дедах и прадедах, внесших значительный вклад в развитие Сарова. Военный оркестр Саровской дивизии встречает всех участников проекта «Слава Созидателям». Герои и авторы конкурсных роликов делают фото на память перед ответственным и волнительным моментом. Церемонии награждения по итогам муниципального этапа конкурса под эгидой Общественного совета Госкорпорации «Росатом». Спасибо Созидателям, которые сидят здесь в этом зале. Спасибо не только разработчикам ядерного счета Российской Федерации, России, Советского Союза, но и тем, кто строили наш замечательный город. Большое вам спасибо. И вот эти вот дети, улыбки этих детей, ну, наверное, это доказательство того, что вы всегда вместе с нами. Лучшие видеоролики муниципального этапа проекта «Слава Созидателям» определялись в трех номинациях. Они ковали ядерный щит ветераны внеев, будущие ученые о великих в атомной отрасли, и они создавали город. Всего более десяти лауреатов и только один победитель в каждой категории. Работа Софии Комковой будет представлять наш город на федеральном этапе проекта. Я считаю, что этот конкурс полезен и важен, потому что в нем, при его помощи вспоминаешь свою историю, знаешь ее, делишься ею с остальными. За три года существования проекта «Слава Созидателям» летопись Госкорпорации «Росатом» пополнили более двух с половиной тысяч видеороликов саровчан. Все они рассказывают о достижениях в сферах науки, промышленности, образования, культуры и других направлениях. В этом году конкурсная комиссия отсмотрела 62 работы. Ваши творческие работы – это профессиональные пробы, благодаря которым кусочки мозаики сложатся в единую летопись создания атомных городов. Следующий этап конкурса – федеральный. До конца сентября работы саровских призеров и победителей будут отправлены в Москву. Награждение победителей Всероссийского проекта пройдет в декабре этого года. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в YouTube и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин